Учение поездов на зеленой ветке московского метрополитена было полностью восстановлено. Сегодня днем в районе станции Автозаводская строители по ошибке забили сваю прямо в тоннель. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Заблокированных под землей пассажиров благополучно вывели на поверхность. Между тем транспортная обстановка на юге столицы этим вечером оставалась сложной. С подробностями Александра Черепнина. Уважаемые пассажиры, пользуйтесь наземным городским транспортом. Когда метро закрыли для пассажиров, по маршруту зеленой ветки отправились автобусы. Расписание движения перекроила авария. В подземку пускали только тех, кто ехал в центр. Остальные стояли на остановках, ловили попутки, на дорогах собирались пробки. Метро остановилось почти в час пик. Мы ехали с метро Электрозаводской и уже там стали объявлять, что на этом промежутке нет. Нам надо доехать до метро Коломенской. И вот сейчас как можно быстрее, потому что у нас планы, у нас дела и мы спешим. Тоннель между станциями Автозаводской и Коломенской был пробит строительной сваей. Тех, кто в этот момент оказался под землей, благополучно вывели наружу. В причинах аварии детально. Теперь разберется прокуратура и Следственный комитет. Предварительная версия. Все произошло на этой площадке. Строили окружную железную дорогу, прокладывали контактную сеть, как оказалось, слишком глубоко. Работы велись без соответствующих на то разрешений. Первое, что нужно восстановить контур метро, убрать сваю. Второе, в ночное уже время обследовать обделку, контур метро, чтобы усилить саму конструкцию метрополитена, чтобы там была надежная сама конструкция, была восстановлена полностью. Замоскворецкая ветка одна из самых загруженных. Около пяти часов поезда не ходили между станциями Автозаводская и Каширская в обе стороны. Движение восстановили примерно полтора часа назад. Первые пассажиры уже поехали. Восстановлено было движение в 19.50. Работало на сегодняшний день, вот по данной ситуации, 116 автобусов. Сотрудники ГИБДД были привлечены к организации приоритетного проезда общественного транспорта. Подобная авария уже была однажды, в марте 2006-го, и тоже на зеленой ветке, на перегоне между станциями Войковская и Сокол. Свая пробила тоннель, когда строители устанавливали рекламный щит. Пострадавших тогда по счастливой случайности тоже не было. Этой ночью в московском метро только что подчиненный тоннель обследуют заново. Если будет нужно, отремонтируют еще. Александра Черепнина, Наталья Сидорова, Мария Супруненко, Первый канал, Москва.